так теперь обычно надо пропускаю да нет не буду пропускать дело в том что друзья у меня такая проблема я беру вот знаете мне в день раздается два-три звонка и два-три письма я на них отвечаю уже специально копировать вот и все почему потому что люди как первый раз когда мне ничего они сами не знают чего не хотят а вы мне пришить еще хотите я не знаю у него кармане есть 1000 рублей я меньше не могу принимать заказ потому что ну представляете когда были случаи пришлите кошечку пришлите 3 пришлите 8 это мне нужно раскладушку и жить в эту самую там на почте проснулся я первую очередь я первый вот и до обеда я эти по 3 по 8 рассылаю очередь на улице стоит и собирается меня бить то есть у меня поэтому не меньше тысячи да откуда я знаю у меня это самое вот помните я тогда знаете как я 40 тысяч заработал красноярск карелин который потратил огромные деньги на эти теплицы огромные деньги на огромные теплицы и собирался внутри выращивать промышленный сад да еще с абрикосов и тогда я когда увидел я схватился за голову господи я преуспел упредить годом раньше позвони мне попроси совета и вот тогда когда его с ним объяснился и сказал или вы сейчас переходите на вращение саженцев а мы в вашем распоряжении вон мой холодильник пожалуйста на 4 тыс на 40 тысяч рублей 7 заказал представляете вы думаете он прогадал давайте отслеживать дальше что до что дороже это семена на 40 тысяч там сколько тыс я не помню вот или да еще с моими скидками сами понимаете я теперь за него переживаю это мой совет и когда чек пока еще инкогнито я ему обычно так отвечаю простите но я ничего не знаю вас хотите или хотите плевать они тоже сделать а мне откуда я займу высылать эти дикие груши или нет сегодня разговор был вначале бы так все же не надо вам человек сомневается для не надо вам это самое сколько готов потратить 3000 вот все вас будут только раз не плевать то все таки они будут достаточно культурные у вас этот самый господи в общем она сказала что севернее иркутска на 700 километров мне крыша начинает съезжать дома отказать искать еще на время потерять а еще на подавать чтобы были объявлены давайте тогда еще тысячу и я вам еще на 3000 положу этих самых вот мне 1000 на 3000 положу и семечек дикий груш и сибирок положу и этих самых на подвое и ранетки одичавшие положу и китайские сливы положу они не боятся ваших морозов 700 километров севернее иркутска представляете вот и это положу и это положу приходит 4000 но теперь я за нее буду переживать но это уже после того как мы 30 минут по телефону вы сняли отношения будет прям а в конце вы знаете вообще я все-таки нет узнаете я все-таки наверное хочу это хочу обошелся в лишней тысячи извините я по-другому не умею лекции читать вот так вот телефон вот такой а потом уже после телефона мне уже легче понять что она хочет и что я хочу и выслать совет когда будете заказывать еще в питомниках а человек уже оброгся десятки тысяч потерял пусть покажут фото взрослых деревьев об любого на вами сорта и вы будете первой в россии кому вышли реальные фото до сих пор это не удается никому да сергей пачку согласны выставила фото с этого же бекера так дублирую объявление из последнего вебинара это я заманиваю но хитро я наполовину крайне посылку с именами сверх заказа я буду класть подарок бесплатные семена груша сварок я обычно 10 или 20 кладу груша уссурийская 10 или 20 кладу вишня жуковская 10 штук кладу с генами сережки почему потому что ну куда вы потом денетесь когда мои сладкие груши к ним приучены генетически ну подумай что наука это не признает то есть сегодня я вам бесплатно завтра у меня чередки за деньги но я честно отработаю это все потому что здесь у меня а я вам показывал не показывал папка полная Антон Валерьевич когда будем карту составлять ой я уже два фильма провел с галкиным садом я еще комментирую эти знаете я такой хитрый хитрость поэтому извините имею право поговорить вебинар бесплатный так вот значит я придумал соревнования Европа против у кого лучше и качественные плоды из моих семечек из моих косточек из саженцев железного так там только персиков уже сколько уже навырастало привитых или этих или корнесобственных или сережных этих представляете что творится и главное и в Сибири растут и в Европе растут я придумал соревнования Европа против Сибири пчелы против меда дальше еще создав два фильма комментирую каждую фотографию прислодок я еще до середины не добрался этого самого вот еще придется два фильма делать как минимум вот пожалуйста пчелы против меда а то в Сибири не может расти теперь когда сам Курдюмов говорит вам повезло у вас такой клево господи в Европу говорю давайте а мне говорят у нас все погибнет ну представляете что в каком стране живем и для чего это я создавал это а как довести до каждого ну ладно опять разговаривался короче я вас заманиваю сегодня заказали вырастили вишню жуковскую бесплатно завтра захотите черешню или вишню с генами черешни как этот комментарий там один все восхищается 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 а последний ну и что что дед расхвастался а дальше что там про меня а дальше что давайте а кондауров а дальше что представляете нажмете сюда а я нажимать не буду у нас испортится это с Антоном Валерьевичем мы уже пробовали изображение звука разойдутся по времени ладно вот сами сюда залезете пожалуйста полюбуйтесь справка Ханты-Мансийск это приполярный округ а сели вот поэтому сами без меня посмотрите еще потом покажу вот эту папку мы с вами рассматривать ваше субтитры сделал DimaTorzok но мы Субтитры подогнал «Симон»